Заместитель главы Анапы Светлана Яровая доложила, Управление капитального строительства подало заявку на финансирование проекта газификации сельских населенных пунктов. Общая сумма, которую может получить Анапа в 2018 году, только по одной программе, составляет 96 миллионов рублей. По поручению исполняющего обязанности главы Анапы будет проведена ревизия всех программ, в которых участвует муниципалитет. Результат другой задачи Юрий Федорович хочет знать сегодня. Как освобождают город от незаконной рекламы? Заставлено 12 протоколов, демонтировано 53 рекламных конструкции. Отчет я подписала, сейчас вам принесу. Фотография. Фотография. Изъяты штендеры и каркасы 84 штуки. И предварительные предписания 44 выписаны до конца недели, с тем, что вы будете нам дашь. Еще одна острая тема – возвращение в муниципальную собственность помещений, в которых когда-то располагались различные службы. Например, управление ЖКХ нуждается в таком, а не в арендуемых площадях. Нам лучше вернуть это здание обратно и лучше в течение года, полутора лет восстановить это здание, потому что у нас масса вопросов. У нас то полицию негде размещать, то поликлинику негде размещать и так далее. Этим вопросом заниматься и держать его на постоянном контроле. Это же относится и к зданию для военкомата. Уже в новом году помещение на Парковой должно быть приведено в порядок, говорит Юрий Поляков. Жилищно-коммунальное хозяйство города-курорта – масштабная по задачам отрасль. Анжелика Бузунова докладывает, по 100 кубометров щебня получит каждый сельский округ на отсыпку дорог. Параллельно стартовал ремонт по муниципальной программе. 36 миллионов рублей направит муниципалитет на обновление дорожного полотна. И вот здесь у Юрия Полякова возник вопрос, как определяют нуждающиеся в ремонте улицы. В пример Юрий Федорович перевел станицу Благовещенскую. Там есть улицы Приморские, туда выше, Школьные. Почему там никто не ассортирует старые районы? Вот мне просто интересно. Запланировали, сделали так, как кому надо. Куда-то гостиницы дотянули, кто-то к маме своему дотянул асфальт. Там есть масса улиц. Я вам расскажу тогда, вот мы встретимся. Как планируются эти ремонты? Перечень ремонтируемых дорог пересмотрят на отдельном рабочем совещании. От ЖКХ к муниципальному контролю. На первый взгляд связи нет. Но если задуматься, то нелегалы наносят значительный урон городскому хозяйству. Вытоптанные газоны и клумбы, например, у Ковчега. Вот они взяли клумбу, убили ее, эту клумбу, положили настил, сгорела трава, утоптали все. Теперь убрали этот настил, сделали все. Теперь ЖКХ должно за деньги налогоплательщиков ЖКХ это восстанавливать. Я хочу еще раз, я уже третий или четвертый раз говорю. Вот те клумбы, те зеленые объекты, где вытоптана, убита все. Я хочу знать, кто это будет восстанавливать. Судебное это будет решение или добровольное, городу не важно. Но восстановить должен не бюджет, а нарушитель, обозначил задачу исполняющей обязанности главы Анапы. Суть планерного совещания не в отчетах заместителей дает понять и Юрий Поляков, а в обсуждении жизни города, его проблем и поиски совместных межведомственных решений.